Пожарная охрана Пожарная охрана Пожарная охрана Пожарная охрана Пожарная охрана Пожарная охрана Денис Кукарин Командир пожарной машины Говорит, проверка снаряжения Самая важная часть в их работе Без нее ни один пожарный Не заступает на дежурство Ведь как бы это громко не звучало От этого зависит не только своя Но и чужие жизни Это проверочное устройство Для того, чтобы проверить вот этот аппарат Маску крепят на стенд И подключают к устройству Оно имитирует легкие пожарного. И вот он показывает то, что легочный автомат сработал в этот момент. Соответственно, когда я одену в непригодное дыхание среде, легочник у меня включится, и я начну дышать. Такого баллона в среднем хватает минут на 30. Но здесь все индивидуально и зависит в первую очередь от человека. Когда воздух заканчивается, пожарный слышит предупредительный свист. Это сигнал, что пора выходить. Работа сложная, но сами пожарные относятся ко всему спокойно. Денис рассказывает, бывали случаи, что на пожарных падали перекрытия. Тогда я видел, что и в крышу проваливались. Идешь, провалился, допустим, в чердака на первый этаж. И заходят, тебя выносят, смотрят в состоянии, ты в сознании, не в сознании. Или сам выйдешь. Ну и было такое, что упал, отряхнулся и вышел сам. Денис говорит, что пожары для них почти все одинаковые. А вот в пожарных сезонах особенности есть. Весной обычно горит сухая трава, осенью возгорание случается из-за печного отопления. Самое сложное время – зима. Зимой на пожарах поработал, замерз. Весь мокрый, грязный. Только собрался ехать переодеваться. А тут еще и второй пожар, допустим, объявили. Ну вот эти сложности. Но в любое время года при тушении важна слаженная, командная работа. Пожарная машина тоже часть команды. Она всегда выручает. Здесь находится 3200 литров воды, 200 литров пенообразователя. Такая машина забита под завязку всем, что может пригодиться при выезде. Это налагает особые требования на экипаж. Чтобы быть пожарным, одного здоровья мало. Нужно уметь обращаться с пилой. Или с аварийно-спасательным инструментом. Такие большие пневматические кусачки. В первое время ты... Да и не первое время, и до сих пор это происходит все на автомате. То есть это выплеск адреналина все равно происходит. То есть ты нашел человека в дыму, уже, соответственно, ничего не видно. Ты нашел, взял, вынес. То есть все на автомате происходит. С начала апреля губернатор края ввел особый противопожарный режим. Сейчас все пожарные части находятся в повышенной готовности. К несчастью для нашей съемочной группы, но, к счастью, для самих пожарных и горожан, за три часа, что мы провели вместе, ехать на тушение не пришлось. Однако уже сегодня утром в городе случился очередной пожар. На улице Маяковского загорелся жилой дом. Обошлось без пострадавших. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком.